МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чолом-чолом, любимая республика. Апрельские деньки приносят с собой уже весенний ветер и на душе становится теплее. Но еще больше теплоты можно получить, если провести время в нашей компании. В эфире Студия 11, и мы начинаем! Связь поколений – одна из самых ценных особенностей культуры нашего общества. Родители передают нам свой жизненный опыт, привычки поведения и традиции своей семьи. Нередко мы слышим и о профессиональной преемственности, когда ребенок идет по стопам своих родителей и делает карьеру в той же сфере. С одной из таких семей мы сейчас познакомимся. Любовь к истории – это то, что отличает семью Жеребцовых. Выдающийся ученый Любомир Николаевич заложил основы развития этнографии комик-рая. Его сын Игорь Любомирович не мог себе представить иного жизненного пути. К отцу часто приходили его друзья, известные ученые, Яков Николаевич Безнольщиков и Юрий Васильевич Гагарин. И каждая такая встреча сопровождалась бурной дискуссией на разные исторические темы. Там про христианизацию комик, про древние верования, про присоединение комик-рая к русскому государству. И слушать это, даже не все понимая, было чрезвычайно интересно. Игорь Жеребцов – основоположник историко-демографических исследований на Европейском Севере. По стопам отца пошла и старшая дочь – Ирина. В Коми-научном центре она изучает социально-экономическую историю, заведует кафедрой связи с общественностью в Сыктывкарском университете. Родителям всегда очень приятно, когда дети идут по их стопам хотя бы в какой-то части, не только родителям, но и бабушкам, дедушкам. С детства Ирина тяготела к гуманитарным наукам, с любовью вспоминает семейную библиотеку – кладезь литературного многообразия. Действительно много читала. Причем с сестрой мы читали… У нас библиотека – это вся вот эта, которая была в дедушке, потом папа, то есть это все одна и та же библиотека. Но все равно эти книги мы читали вот эти интересно разные. Мне там один же нравился, и другой. Но все равно читали очень много, и папа всегда там покупал много хорошей книги какие-то. Еще папа готовил вкусные бутерброды. Ну и была у нас традиция, вот папа он по… Ну тоже, наверное, в 90-е больше, когда такие кофеварки появились. Вот, по воскресеньям папа варил кофе, вот такие кофеварки, с таким этим, ну, как, типа, стекляшкой такой. Вот, как-то делал в такой бутерброднице бутерброды. И вот это было так очень здорово, какая-то такая вот… Ну не то, что как дворянская, да, в 19 веке, там, но вот какая-то вот необычная, что ли, завтрак. Да, кофе маленькие, эти кофейные чашки, эти бутерброды горячие. Вот это прям очень заполнилось. По словам Ирины Лейман, родиться в семье таких больших ученых – это лишь полдела. Важно самой состояться в профессии. Ну для этого, конечно, из себя тоже надо что-то представлять, потому что, когда бы не был твой папы, ты все равно должен… Даже, может, в этом плане сложнее, потому что все время думаешь, ну, чтобы не подвести, чтобы соответствовать, чтобы, ну, не дай бог, как-то, не знаю, не опорочить имя там, какого-нибудь такой материала, может, слабым или еще что-то. То есть тут вроде бы и легче, а с другой стороны, это такая вот ответственность, которую ты, ну, все равно ощущаешь. Отец и дочь опубликовали более десяти совместных работ в российских и зарубежных изданиях на различные темы – от миграционных процессов до истории экономического развития Коми-края. Вполне возможно, библиотечные полки продолжат пополняться исследованиями жеребцовых. В семье подрастает новое поколение, которое тоже любит гуманитарные науки. Сложная эта вещь – просыпаться по утрам. Хочется каждый день вставать в прекрасном расположении духа, но, жаль, такое случается не всегда. Врачи до сих пор разбираются в этом вопросе, и вот новые данные. Проснувшись в определенное время, можно чувствовать себя намного лучше на протяжении всего дня. Сопоставив показатели настроения участников эксперимента, к которым были прикреплены специальные датчики для отслеживания фаз сна с их циркадной фазой и временем бодрствования, исследователи обнаружили, что настроение испытуемых достигало пика в 5 часов вечера и падало до самого низкого уровня в 5 часов утра. А потому они советуют просыпаться немного позже этого времени. Но в первую очередь, друзья, важно спать не меньше 7-8 часов в сутки. Впервые с гастролями в Ухте побывал молодежный театр Республики Коми. Артисты сыграли два спектакля – «Каштанку» по рассказу Антона Чехова и «Игру фанты» по одноименной пьесе современного драматурга Николая Коляды. Как удивили сыктывкарские артисты ухтинского зрителя, расскажем в следующем сюжете. Большой зал городского дворца культуры. Сцена. На засчитанные часы до начала выступления – прогон спектакля и проверка оборудования. Не трогай меня. За два дня гастролей сыктывкарские артисты показали ухтинскому зрителю спектакль по знакомому еще со школы каждому тексту Антона Чехова «Каштанка» в постановке режиссера Дениса Рассыхаева. Он же поставил и второй спектакль, который молодежный театр привез ухтинскому зрителю – «Игра фанты». Одноименная пьеса известного российского драматурга Николая Коляды – на первый взгляд незамысловатая история. По сюжету молодые люди вместе встречают Новый год. Во время посиделок герои решают сыграть фанты, но задания в них выпадают совсем незабавные. И вот если вы посмотрите спектакль, что делают ребят? Одному, значит, позвонить в скорую, наврать, что тебе плохо, и скоро приезжает. Это значит, это скоро кого-то оставил, кто нуждался. Или вот убить человека. Молодые люди думают, что прекрасно все завершилось, никто не умер, но на самом деле… А что на самом деле зритель сможет узнать, посмотрев спектакль? Молодежный театр Коми работает на базе Академического театра драмы имени Виктора Савина. Артисты заняты в постановках обоих театров. В Сыктывкаре «Игра фанты» идет в камерном зале меньше, чем на сотню зрителей. Большой зал ухтинского ГДК может вместить 900 человек. У артистов новая задача – удержать зрителя в не совсем привычных условиях. Мы больше привыкли играть этот спектакль на камерной сцене, на сцене, когда зрителя значительно меньше и он ближе. Поэтому есть такие мелкие какие-то оценки, которые он замечает, когда находится ближе, что для нас было важно во время постановочного процесса. Сейчас мы играем на большой зал, и у нас уже был такой опыт. И мы это учитываем и вносим какие-то актерские коррективы для того, чтобы зритель ничего не упустил. В спектакле «Игра фанты» длится почти три часа. В первой части артисты выходят на сцену загримированными. Во второй – маски с персонажей спадают и в прямом, и в переносном смысле. В жизни же мы часто бываем дома одни, а в обществе другими. Ну, какую-то маску мы на себя надеваем, и тем самым мы защищаем себя. А может быть, наоборот. Мне кажется, в спектакле тоже вот эти маски для того, чтобы скрыть всё своё естество. И во втором акте, так как происходит событие, да, важное для всех, это событие, тем, как влияет на них так, что постепенно они начинают обличаться. То есть они становятся такими, какими они есть на самом деле. Спектакли Молодёжного театра Республики Коми отличаются более неожиданной для зрителя формой, но не в ущерб содержанию. И такой подход помогает постановкам молодых сыктывкарских артистов находить своего зрителя. Молодёжь ходит на молодёжь. И когда мы говорим, что это Молодёжный театр, то мы ожидаем, что на это название как раз откликнется молодой зритель. И этот театр создавался как раз именно на эту аудиторию. И так и получилось. Спектакли отличаются, и у нас есть уже зрители, которые ходят только на спектакли Молодёжного театра. Молодёжный театр Республики Коми – один из самых молодых театров в стране. Его открыли в 2019-м, в год театра в России. С тех пор в репертуаре накопилось 10 спектаклей. А в середине апреля артисты Молодёжного театра Коми представят премьеру «Довлатов. Роман особого назначения» – пьесу о жизни писателя Сергея Довлатова. Одна из основ сюжета – переписка писателя в период службы в Чиньевороке с иктывкарской студенткой Светланой Меньшиковой. На базе спортивного центра в селе Вильгард прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. На призы первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Коми Юрия Широкова. Состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – национального проекта «Демография». Узнаем больше от нашего гостя. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о соревнованиях и каких результатов удалось достичь? Ну, значит, это один из всероссийских соревнований, которые проходят на территории города Сыктывкара. Крупных соревнований. Мы собрали порядка 150 спортсменов. И, повторюсь, это сильнейшие спортсмены, так как это всероссийские соревнования. И 16 регионов. И из этих 16 регионов можно выделить Республику Дагестан. Кто хотя бы слышал когда-то из мира борьбы, это одна из самых сильных республик. Да, безусловно. Центр весь приехал. Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Самарская область. То есть регионы сильнейшие и сильнейшие. И особенно украсил это все-таки Дагестан. Калининградская область приехала. У нас не командный вид спорта, но даже если они привозят там 3-4 участника, 5, они все одни из первых номеров. Друг за друга болеют. Одни из первых номеров. И могу отметить то, что участвовали участники, которые являются на сегодняшний день призерами первенства России. Это ребята очень хорошего уровня. Высший уровень. А как Республика себя показала в этих условиях? В общем медальном зачете Республика заняла первое место. У Республики две золотые медали. То есть это Колесов Иван и Андреев Клим. У Республики Дагестан тоже могу отметить две золотые медали. Ну и так далее. Там регион распределились еще золотые медали. Но результат все-таки соревнования сильного уровня, хорошего уровня. Ребята хорошие. И для Сыктывкара, для Республики Коми это очень хорошее. Вот более 150 участников, да, примерно. Да. А какой процент наших ребят из Республики? Наверняка большой процент. Ну так как мы все-таки хозяева этого мероприятия, оно проходит здесь, на этой территории, конечно, ребят наших много было. В процентном соотношении, я думаю, процентов, наверное, 30-40 это местные ребята. И это для них большой плюс. Преимущество, то что дома, как говорится, и стены помогают. Для них это очень большой фактор, ну, достижения, развития. Здесь раскрываются вот те как раз звезды. Это среди юношей до 16 лет, и здесь вот эти звезды, они появляются. И потом мы их видим уже среди старших ребят, наблюдаем. То есть мы, как говорится, вот такая начальная ступень, которую приятно наблюдать, вот раскрытие этих ребят. Вот сейчас прошли соревнования, наверняка наши ребята уже будут готовиться к каким-то выездным состязаниям. Какие планы? Вообще в течение года учебного эти все мероприятия идут. И то есть это вот одно из мероприятий, которое входит в календарный план. Они выезжают. Все те ребята, которые борются уже на таком уровне, в том числе наши, они участвуют в первенстве России. Постоянно выезжают. Регулярно в первенствах России, в отборочных соревнованиях. То есть это как раз-таки один этап из подготовки к этим мероприятиям. А есть что-нибудь проанонсировать? На какие соревнования можно пригласить нашего уважаемого зрителя? Мы вот планируем на следующих выходных, 13 апреля, провести также в спортивном центре. Это не соревнования, это праздник для детишек. Это товарищеские встречи, то есть мы организуем для родителей, для детей, чтобы они пришли и просто себя почувствовали вот именно в этой обстановке. В атмосфере. Да, в атмосфере, приближенной к соревнованиям. Но все делается с той целью, чтобы максимально их завлечь, заинтересовать и как бы познакомить уже с этим. Спасибо, Михаил, вам. Дорогие друзья, обязательно занимайтесь спортом сами, отдавайте детей на спорт, да будем расти чемпионов. Маленькие зорняки всегда ищут себе приключений. И родителям за ними нужен глаз да глаз. Конечно, мелких синяков и ссадин редко удается избежать, но более серьезные травмы всегда лучше предотвратить. Узнаем от специалиста, как ребенку избежать ожогов и что делать, если все же огонь обидел. Как нам обезопасить маленьких детей, маленьких людей от ожогов? Самый лучший способ – это профилактика травматизма. Предотвратить легче, чем вылечить. Поэтому, когда вы планируете что-то делать с высокой температурой, с материалами, которые обрабатываются высокой температурой. Ну, к примеру, возьмем, сейчас скоро будет актуальная тема – это походы на природу. Поэтому, если вы хотите сами принять участие в приготовлении шашлыков, занимайтесь всеми операциями сами. Не доверяйте детям этап разжигания огня. В случае попадания огня, пламени или жидкости на одежду, надо немедленно прекратить горение путем накрывания тканью или засыпания каким-нибудь сыпучим веществом, следует незамедлительно обратиться в службу скорой помощи. Напоминаю, что за все события, которые получает ребенок в результате каких-то неосторожных действий с огнем, несут ответственность взрослые или родители, которые в данный момент с ними там находились. Мы подошли к середине нашего выпуска. Скоро вернемся. Не переключайтесь. Студия 11 снова в эфире. Привет всем, кто только подключился. Продолжаем изучать информационное пространство КОМИ. Поехали! Каждую среду на нашем телеканале выходит в эфир программа «Все для победы», в которой мы рассказываем о том, как жители КОМИ помогают землякам на передовой. Съемочная группа Юргана поехала в Усть-Куломский район. Среди самых активных волонтеров муниципалитета – многодетная семья Гаджибековых. Подробнее в нашем материале. Администрация Усть-Куломского района – основной пункт сбора гуманитарной помощи. Нашу съемочную группу встречают супруги Екатерина и Заир Гаджибековы и их младший сын – двухлетний Замир. С первых дней проведения специальной военной операции родной брат Екатерины на передовой. И первая поездка Гаджибековых на фронт была к нему и его сослуживцам. Мы привезли, мы их одели. Бодрость духа у них, они были ошарашены тем, что мы с республики Коми 3000 километров привезли и все это выгрузили. Сейчас волонтеры возят только то, что просят бойцы, то, что, безусловно, принесет им пользу. Екатерина и Заир берут отпуск на работе, договариваются с дедушкой и бабушкой, чтобы те посидели с детьми. И в дорогу. Здесь у нас находятся посылки, привезенные со всего района. Отдаленность района порядка 300 километров со всех сел, деревень района. Заир показывает, что в посылках продукты, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, инструменты, сухой душ, письма и рисунки детей. Все это супруги передают бойцам из рук в руки. Изготавливают местные жители-буржуйки тоже для установки их в блиндажи военнослужащих, для согревания в сырую погоду уже, можно сказать, потому что потеплело, снег растаял. И очень большая сырость там в местах нахождения наших военнослужащих. Для сушки обуви очень сильно помогают, одежда тоже. Активисты наладили контакты с командованием и военнослужащими, с другими волонтерами республики. Объединились с родственниками бойцов. Больше всего на фронте ждут весточек из дома, от близких людей. Мы когда раздаем там позывной, например, там, Тундр, позывной Воркутау, они прям бегут радуются, потому что это все-таки, это одно, когда это ты от людей приносишь, а другое, когда это ты переносишь от мамы, от жены, от сестры, да. О том, как Усть-Куломский район помогает фронту, смотрите в программе «Все для победы». Сегодня в 19.55 на Юргане и 13 апреля в 7.30 утра на ОТР. Как перестать справляться с неудачами? Шоколадками. Способы не нарушать режим питания во время тяжелых жизненных периодов назвали психологи. Переедание или отказ от пищи – нормальная реакция на стресс. В такие периоды организм выделяет адреналин, норадреналин и кортизол – гормоны, которые влияют на отношение к еде. Так, при доминировании адреналина есть хочется меньше, а при преобладании кортизола – больше. Главные два правила – не нарушать режим приемов пищи и не сильно себя ограничивать. Позвольте себе маленькую сладость, чтобы потом не есть в три раза больше. И помните, что со стрессом можно справиться. Из любых жизненных трудностей вам под силу выбраться. Важно лишь не останавливаться перед преградами, а смело их перешагивать. Что у вас вызывает слово «одиночество»? Кто-то моментально начинает испытывать грусть. Другие же мечтают немного побыть наедине с собой, поскольку устали от постоянного взаимодействия с людьми. Рассмотрим это явление с точки зрения психологии вместе с нашей гостьей. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем главные причины одиночества? Вообще, давайте изначально скажем, что такое одиночество. Ощущение покинутости, ненужности, ощущение того, что тебя никто не понимает. И на самом деле клиенты к психологу не приходят с этим запросом про одиночество. Мы выходим на него в ходе работы. И вот причинами являются, в основном это несколько причин. Чаще всего причина уходит глубоко в детство. Вот вы скажете, опять детство, да? Да. Почему так происходит? Потому что ребенок не имеет ресурса, чтобы переработать какие-то негативные эмоции. К примеру, в детстве была разлука с родителями или какое-то несчастливое детство. И когда человек вырастает, попадая в определенные условия, примерно схожие с теми, что у него были в детстве, он начинает вот это сильное ощущение одиночества испытывать. При расставании, например, девушка с парнем. Часто бывает одиночество, связанное с тем, что не прошла сепарация с родителями. Допустим, взрослый мужчина приходит, говорит о том, что он хочет отношения, а на самом деле он состоит уже в отношениях со своей мамой. И, естественно, никакая женщина не может соперничать с мамой и разрушить этот союз, пока сам человек не признает то, что такая проблема существует. То есть, правильно я понимаю, что зависит от одиночества человек, у которого есть связь, тянущаяся из детства с его родителями? Да, очень часто это бывает так. Но на самом деле, если мы будем рассматривать вот это чувство одиночества, такое щемящее, болезненное, можно сказать, что право на него имеют несколько категорий граждан. Это дети покинутые, брошенные или недостаточно любимые своими родителями, которые не могут никак эту самую ситуацию исправить. Это люди с физическими ограничениями, которые чисто физически не могут выйти из дома и социализироваться. И старики, которые по каким-то причинам остались вот на старости лет одни. Все остальные здоровые люди самостоятельно выбирают, быть им одинокими или не быть. То есть, это личный выбор каждого человека. То есть, а вот как тогда справиться? Вот как внутри себя настроить и избавиться от этого ощущения? Во-первых, нужно признать, что я себя так ощущаю. Часто человек говорит, я не могу вообще спать один, есть один, дома один находиться. И вот он начинает названивать каким-то знакомым, окружать себя какими-то тусовками. На самом деле, у него возникает этот страх встречи с самим собой. То есть, каждый человек рано или поздно ему придется это сделать. Встретиться с самим собой, познакомиться со своим истинным я, понять свои эмоции, признать эти эмоции, признать какие-то свои черты характера, ощутить вообще свои потребности личные, свои желания. Часто бывает так, что человек сам не понимает, а он-то чего хочет. Главная задача именно в работе с одиночеством встретиться со своим истинным я, признать свою ценность. Принятие себя. Принятие себя. Ощутить свою ценность, самодостаточность, взрослость и ответственность взять за свою жизнь. Отлично. Спасибо вам большое. Было очень увлекательно, интересно. Друзья мои, вы знаете, что нужно делать, чтобы не испытывать одиночество. Ах, сейчас бы отведать селедочки, да с горячей картошечкой. Ммм, вкуснятина. К слову о ней. Сельдь, анчоусы, скумбрия, килька и путасу богаты большим количеством витамина В12 и омега-3, чем лосось. Об этом говорят ученые. Они обнаружили, что 6 из 9 важнейших для здоровья пищевых компонентов, таких как кальций, йод, железо, омега-3, витамин В12 и витамин А, содержатся больше в мелкой дикой рыбе. Поэтому побалуйте себя сегодня вечером отменным ужином. И вкусно, и полезно. Порой нам всем нужно немного замедлиться и отдохнуть. Современный темп жизни чрезвычайно высок. Успеть все и везде. Работа, семья, друзья. И про себя нужно не забыть, чтобы в таком потоке головокружительных событий не потеряться. Прямо сейчас предложим вам один из вариантов такого отдыха, который к тому же благотворно влияет и на человека. Познакомимся подробнее с витопластикой. Познакомимся со специалистом данного направления Натальей Бенч. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое витопластика? Витопластика – это метод ручной, безоперационной, естественной и безопасной подтяжки лица. Методика не похожа на большинство современных методик современного омоложения тем, что основано на индивидуальном подходе с учетом анатомии и физиологии каждого человека. То есть это ручками, без вмешательства каких-то инструментов? Да, мы не используем ни крема, ни масла, работаем только руками. Поэтому аллергические реакции исключены. Сколько времени требуется на сеанс? Час 10, час 15. А сколько нужно сеансов в курсе? Есть ли такое понимание? Все зависит от состояния человека, от состояния организма, ну и, соответственно, от возраста. Чем моложе клиент, тем меньше требуется сеансов. Перерыв между сеансами мы делаем от 4 до 7 дней. Почему? Потому что витопластика имеет пролонгированный эффект, и ей нужно время после сеанса, чтобы мышцы доработали. Они сами? Да, да. Вот это время очень важно. Что делает витопластика? Витопластика запускает все функции организма. Она налаживает гормональную систему, работа кишечника, печени, диафрагмы. И очень важно, налаживает отток лимфатической системы. Это такой вспомогательный метод настройки организма. Да, да, да. Мы запускаем организм, организм уже берет, что можно, и по сроку как раз, вот почему молодые девочки, 3 сеанса хватает, да, а люди постарше, там и 5, и 6, и 7, и ходят. Ну, в любом случае, мы приходим к результату, люди видят этот результат и возвращаются снова. Ну что ж, друзья мои, при вас я пройду небольшой, маленький сеансик витопластики. Да, я покажу несколько. Посмотрите, как это делается. Я готов, специалист готов. Начинаем сеанс. Начинаем. Я попрошу вас расслабиться. В течение сеанса я буду говорить вдох-выдох. Дышим обычно, как дышим в обычной жизни. Буду говорить не дышим. Вы расслабьтесь и попробуйте меня послушать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Меня зовут Артемий Барсуков. До встречи, Республика!